Мы всех приветствуем в Центре компьютерного обучения специалист при МГДУ имени Баумана. Сегодня у нас такая встреча, не совсем обычная, называется «Пенсионный возраст подняли. Как найти работу тем, кому за?». Специально оставила многоточие, чтобы никого не смущать. И я на сегодняшней встрече хочу поделиться с вами своим мнением по поводу того, что происходит, и дать какие-то рекомендации, которые касаются поиска работы не только возрастных специалистов, но и, в принципе, поиска работы, если такие вопросы возьмем, я готова ответить на них. Нашему Центру 27 лет, и мы стараемся выполнять нашу миссию. Наша миссия – обучать людей так, чтобы их жизнь улучшилась. В частности, вот этот вебинар, семинар, он и призван выполнить нашу миссию отчасти, чтобы ваша жизнь действительно улучшилась. В нашем Центре более 250 преподавателей, и одним из преподавателей являюсь я, Светлышева Ольга Юрьевна. Почему именно я веду этот семинар? Потому что в свое время я начинала с преподавания, это мои регалии, и затем перешла в HR. HR – это Human Process, человеческие ресурсы. То есть я занималась подбором персонала, с этого, собственно говоря, началась моя жизнь в HR. Я выросла до директора по персоналу, где курировала это направление, в том числе и подбор персонала. И понятно, что в своей жизни я тоже искала работу. И наступала на грабли, и набивала шишки, и делала какие-то ошибки. Поэтому сегодня я готова с вами поделиться, и с точки зрения, как правильно искать работу, с точки зрения HR, что видит HR, что видит работодатель у вас, и дам какие-то советы. И с точки зрения своего жизненного опыта, с чем столкнулась я. Курсы, которые я веду в нашем Центре, это курсы по управлению персоналом. Там мы, в частности, обучаем и тех, кто отбирает персонал. Вот поэтому, если интересно, расскажу, какие-то фишки интересные, касающиеся подбора персонала. И также я веду кадровые курсы по оформлению трудовых отношений. Так называемые кадровики, которые оформляют трудовые договоры, приказы и другие документы. Ведут кадровое дело производства. Я консультирую, публикуюсь, выступаю. Вполне возможно, что вы видели мои выступления или читали мои статьи, и мне это всегда приятно. Контакты. Адрес моей электронной почты вы увидите в личном кабинете под фотографией преподавателя. О.Светлышева.Собака.Специалист.ру Можете писать мне на почту. Это моя корпоративная почта. Всегда с радостью отвечаю. Может быть, не в этот же день, но обязательно отвечу вам. На сайте специалист.ру на главной странице есть у каждого преподавателя своя страничка. Если вы зайдете на мою страницу, там есть вкладки. Называется «Видео». И вот практически все видео из рекламных лиминаров, которые мы проводим бесплатно, они там выложены. То, что я вела. Там есть и тема, как пройти собеседование, как составить резюме и много всего интересного для тех, кто ищет работу. Так что можете зайти, посмотреть вот эти видео. О социальных сетях я тоже нахожусь. И чаще всего меня можно найти, наверное, на Facebook. Как-то вот так сложилось. Остальных тоже я зарегистрирована. Приходите, будем дружить. Документы, которые мы даем об окончании наших курсов, это либо удостоверение о повышении квалификации, либо дипломы о профессиональной преподготовке. Это очень важные документы, которые тоже помогут найти работу. В частности, мы выпустили очень большое количество кадровиков и HR. Вот подсчитали, лично у меня было порядка 11 тысяч выпускников за 10 лет работы здесь. Представляете, да, как это много. И кроме меня есть другие преподаватели, которые выпускают. То есть вот умножаем там на 2 или на 3, получается огромное количество. И вполне возможно, что вы попадете именно к нашим выпускникам. Даже если не к нашим выпускникам, то все равно HR понимают, что такое профессиональные стандарты. И, конечно же, квалификацию они будут тоже проверять. Если человек, достаточно молодой человек, окончил высшее образование, получил высшее образование и дальше лет 5-10 вообще никак не повышал квалификацию, то он будет, наверное, не очень выглядеть привлекательно в глазах преподавателя, нежели человек, может быть, другого возраста, но постоянно развивающийся. Об этом тоже сегодня будем говорить. Поэтому не стесняйтесь, показывайте эти документы, говорите, да, и развиваясь. Вот сегодня я учусь за свой счет или работодатель. Это не имеет значение, главное, чтобы развиваться. Так вот, когда, ну, вы, наверное, тоже услышали эту новость, да, когда-то, когда я узнала о том, что пенсионный возраст будет повышаться, я испытала, честно говоря, разные эмоции. Сейчас расскажу вам об этих эмоциях, потому что в следующем году мне исполнится 55 лет, и я не могу сказать, что я прям готовилась так вот психологически выходить на пенсию, но я ожидала того, что, да, у меня статус изменится и каким-то образом, значит, вот у меня будет совершенно другой статус. Но сначала я хотела бы обратить внимание ваше на то, о какой пенсии идет речь. Дело в том, что понятие пенсии, вообще есть разные пенсии, да, понятие пенсии – это регулярный денежный доход, выплачиваемый лицем, который достигнет пенсионного возраста. Мы будем говорить о пенсии по старости. Ужасное название, мне совершенно не нравится оно. Ну, давайте так, пенсии по возрасту, да, возрастная пенсия, потому что есть еще какие-то льготные пенсии, о них мы говорить сейчас не будем. Итак, на сегодняшний день у нас выход на пенсию 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Ну, вот предлагается повысить постепенно до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Причем это вот по времени как-то растянут и так далее. Когда я узнала об этой информации, когда я услышала эту информацию, я испытала такие же эмоции, которые испытывает любой человек, который сталкивается с какой-то, если не неприятной, то, скажем так, непонятной ситуацией, неожиданной ситуацией. Первая эмоция, которую я испытала, это некий такой шок, ступор. Так, в чем дело? Что вообще происходит? Я уже собралась, а меня не пускают, да? Следующий этап – это, конечно, разочарование, отчаяние, как хотите, можете назвать. Ну, плакать я не плакала, конечно, но, тем не менее, было досадно, скажем так, досадно. Вот она была, и вдруг ее нет. Следующий этап, который испытывает человек – это сопротивление, может быть, даже какая-то агрессия. Я тоже стала возмущаться? В чем дело? Почему? Ну, и к сегодняшнему дню, вот сейчас я перед вами сижу, я уже перешла вот к этому этапу, потому что я проанализировала, сейчас я расскажу, как я до этого докатилась, я проанализировала информацию и поняла, что ничего страшного не происходит, и я просто поняла, что надо как-то принять эту ситуацию и как-то с ней жить. Вот до этого я еще не дошла, я еще пока не очень радуюсь тому, что должно произойти, и эту ситуацию пока вот так вот не люблю, и не знаю, но вот до этого я уже дошла, я ее приняла, приняла совершенно спокойно. Так вот, вопросы, которые мы сегодня обсудим, это вообще, как произошла пенсия, что это такое, как в других странах, люди вообще, хоть на пенсию или нет. Потом мы уточним, почему работодатель опасается возрастных работников, не только пенсионного возраста, но и предпенсионного, и даже предпредпенсионного возраста. Выясним, какие преимущества есть у возрастных кандидатов. Они есть, имеются. Я дам рекомендации возрастным соискателям при поиске работы, как я бы давала рекомендации себе, ну или своим близким, если бы им нужно было искать работу. Наш центр вам может помочь, как может помочь, тоже расскажу. Ну и закончим небольшим роликом, позитивным роликом, который называется «Не бойтесь будущего». А затем я отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут. Итак, не всегда была пенсия, и было время, когда дети кормили своих стариков, своих родителей, которые уже не могли работать. Но мы об этом благополучно забыли, потому что было это давно, еще не при нас, еще до нас. Поэтому мы считаем, что это нормально. Только в 17 веке постепенно стала вводиться пенсия в России. В 1930 году в Советской России было принято положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию. И вот только с 1930 года, еще 100 лет не прошло, собственно, было введено понятие пенсии. И начиная с 1932 года, по сегодняшний день, пока возраст пенсиона не менялся, 55 лет для женщины, 60 лет для мужчин. Он как был, так и остался, мы к этому привыкли. Ну, а вот пенсионная система в таком виде, в котором сейчас имеется, она постоянно претерпевает какие-то изменения. И вот с 1956 года так более-менее вот этот закон о государственных пенсиях, он изменяется, но как-то более-менее стабильно. А что в других странах? Это вот Россия. А что в других странах? Оказывается, есть страны, в которых вообще не выплачивают пенсию. Вы слышали об этом? Да, да. Супер. Подумала я, и у меня настроение стало улучшаться. Зачем мы хуже других стран? Ну, первой пенсии ввел еще Юрий Цизер в Римской империи для своих солдат и офицеров. Затем пенсии были введены в разных странах. Это и Франция, и Пруссия, и Германия, и Великобритания, Австрия, и другие страны. А в Японии, например, только в 1941 году начали выплачивать пенсии. Ну, введены были, а выплачивали вообще с 1954-го. В Южной Корее введены были в 1988 году. До этого вообще ничего не было. А в Ирландии вообще нет социального страхования по старости. Мы можем сказать, что у них есть какие-то другие там льготы и все прочее, компенсации. Но вот пенсии в таком виде, в котором сейчас вот у нас, ее нет. В Китае пенсии получают тоже далеко не все категории, только определенные категории. Ну, и согласитесь, что на фоне вот этой информации наши пенсии, это очень даже неплохо выглядит все. А теперь, что касается возраста. Опять же, выясняется, что в России самый низкий возраст для мужчин и для женщин. Для мужчин 60 лет, для женщин 55. И до Японии нам еще идти и не идти. Между Японией и Россией есть еще Молдова. У них там чуть больше возраст. Казахстанцы, Средиземные штаты Америки, Германии, Великобритании. То есть, приходим к выводу, что рано или поздно все равно, наверное, пенсионный возраст бы повышался. Может быть, не так резко, как сейчас это произошло. Более мягко и более эффективно, оптимально. Но, тем не менее, это неизбежность. Я для себя тоже сделаю вывод, что да, это неизбежность. Но вот получилось сейчас. Теперь вопрос. Почему работодатели опасаются возрастных работников? Понятно, что если отобегают и пенсионный возраст, значит и пенсионерам, и предпенсионерам нужно будет работать, искать работу и так далее. Но найти работу сложно. Здесь написано, в 65 лет жизнь только начинается. Если кому-то не видно. Да, мне тоже очень понравилось. Так вот, вопрос, почему работодатели не очень радуются возрастным специалистам. Есть несколько факторов. Я могу рассуждать как представителя работодателя, потому что тоже через это проходило. Например, когда есть возможность выбора между более молодым и более старшим кандидатом, делается выбор. Это стереотипный выбор, безусловно. Он импульсивный, он субъективный. Но делается выбор, как правило, в пользу молодого, потому что считается, опять же, стереотип, неправильный стереотип. Я с этим совершенно категорически не согласна, что чем старше человек, тем больше он более болезненный и так далее. Ну, на самом деле, вспоминаем наших бабушек, прабабушек, если кто-то еще застал их и помнит. А согласитесь, что раньше люди физически были более выносливыми, нежели сейчас. Наше поколение Y и тем более Z, которые вырастают, и вот сейчас родились детки, да, они ведь совершенно все там, вот в компьютерах. И, естественно, их здоровье, наверное, больше вызывает сомнений, нежели здоровье их родителей или бабушек, дедушек. Поэтому вот это просто миф. Плохая адаптация при вхождении в молодой коллектив. Работодатель считает, что если у меня молодой коллектив, мальчики, девочки, то человек старшего возраста, он будет негибким и, наверное, будет получать всех. Может быть, какие-то конфликты будут, и это тоже вызывает определенные опасения. С этим тоже можно поспорить, согласитесь, что мы живем не в безвоздушном пространстве. Вокруг нас находятся люди разных возрастов и в наших семьях тоже, и, наверное, как-то мы находим общий язык и очень даже неплохо. Также работодатели считают, что люди, воспитанные в Советском Союзе, не имеют опыта работы в бизнесе и не имеют предпринимательской жилки. Здесь речь идет, наверное, не столько о тех, кто был воспитан в Советском Союзе, то есть даже не о возрасте надо говорить, а о том, в какой организации люди работали. В государственных организациях там одни требования – это исполнительность, подчиняемость, выполнение того, что говорят и так далее. А вот, например, если мы берем рыночную какую-то компанию, коммерческую компанию, там требования совершенно другие. Это гибкость, инициативность, активность, энтузиазм и так далее. Поэтому понятно, что если человек работал долгое время в государственной организации, где от него одно требовалось, и теперь переходит в бизнес, понятно, что ему будет сложно перестроиться. Я тоже через это проходила, и я сначала вообще не понимала, что от меня требуется в бизнесе, и из государственной организации переходила. Потом, когда мне объяснили, я поняла, но я возмущалась, потому что, ну как же так, мы всегда вот так работали, а теперь вы хотите вот это. Ну а потом я поняла, что надо перестраиваться. И сейчас могу сказать, что да, я сейчас мыслю, наверное, как работодатель, как бизнесмен, хотя никогда, наверное, не будет у меня собственное дело. Я по натуре наемный работник, нежели предприниматель, но тем не менее я пытаюсь мыслить так, как мыслит человек, который хочет получить прибыль и так далее. Излишняя основательность работы на долгосрочной перспективе организации. Боятся наши работодатели, что мы будем работать на процессе, менять результат, и что мы вот как сядем, так и с этого места не сойдем. И они, конечно, очень опасаются, что очень трудно расстаться с пенсионером, потому что пенсионер или не пенсионер, предпенсионного возраста, вот он ждет этой пенсии, как бы дорабатывает, и эффекта не будет, ну и так далее. А самое главное, вот я бы вот это поставила на первое место, что затмевает все остальное. Это неуверенность самих соискателей собственных сил. Когда человек поставил на себе кресло и сказал, ой, мне же уже, ну и дальше 50, 45, 40, 35, мне уже 30 лет, меня уже никто не возьмет на работу. То есть независимо от того, какой возраст у человека, у него могут быть шаблоны восприятия того, что он уже старый. А может быть он уже в душе действительно постоял, в своей 25 он уже в душе и старый. Так вот, когда такой человек приходит на собеседование, его сразу видно. По манере говорить, по манере вести себя, он как-то стесняется чего-то, извиняется и так далее. И все это вот проскальзывает, и на каком-то подсознательном уровне тот человек, который проводит собеседование со стороны работодателя, он не всегда может понять, а что происходит, почему этот человек себя ведет так скованно. И в этом случае, конечно, подозрение падает на то, что, а, наверное, он не очень квалифицирован, наверное, он не уверен в своих силах и не справится с этой работой. Ну и понятно, что зачем нам брать людей, которые не справятся с этой работой и так далее. Поэтому уверенность, она должна быть не самоуверенность, не завышенная самооценка, а именно уверенность в том, что я справлюсь, несмотря ни на что. И вот хочу показать, поделиться с вами вопросом журнала «Директор по персоналу». Вопрос был задан следующий. Почему возрастным кандидатам следовал отказ? Почему работодатели отказывали? Посмотрите, как интересно. Отвечали HR-специалисты, которые, собственно, отказывали, и ответы самих соискателей. Мнения разошлись. На первое место у работодателей вышло, опасались, что будет тяжело обучить. Понимаете? То есть боятся, что человек возрастной, он не собирается учиться, что все уже закончено. А сами соискатели так не считают. Только 28 считают, что они не будут обучаться. А все остальные-то готовы, гибкость и так далее. Ну, здесь уже почти сходится. Это боялись, что не получится влиться в молодой коллектив. Здесь 50 на 50 примерно получается. Сомневались насчет мотивации к развитию. Вот оно, то же самое. Кроме обучения, есть еще развитие. Развитие в данной специальности, по данной должности. Это могут быть горизонтальные какие-то перемещения, например, смежные деятельности. Может быть, даже вертикально. Почему нет, собственно говоря? Ну, и на последнем месте предполагали, что вырастет абсентизм из-за болезни. Абсентизм – это отсутствие на рабочем месте из-за болезни. Ну, вот то, о чем мы говорили. Но здесь, к счастью, и HR не особо переживают из-за этого, и соискатели понимают, что это не совсем так. Для того, чтобы работодатель был уверен в возрастном специалисте, что он справится, возрастной специалист, он имеет свои плюсы, сейчас я расскажу, какие у них сильные стороны. На мой взгляд, должен соответствовать даже вот внешне и по поведению, и по манере одеваться. Но я не обязательно, не рекомендую вам прямо именно на роликах приезжать. Но тем не менее, он должен внешне соответствовать образу кандидата, в принципе кандидата. И вот если требуется энергичность, улыбчивость, коммуникативные навыки, то все это надо демонстрировать. Когда человек улыбается, кстати, он выглядит моложе, намного причем, да? Были проведены эксперименты и так далее. Когда человек следит хотя бы немного за модой, какие-то тенденции модные, да? Допустим, аксессуары, даже не в одежде, а просто вот аксессуары какие-то модные, он тоже производит впечатление более современного человека, да? Более такого вот молодого, что ли, человека. Поэтому все вот эти нюансы, их можно использовать, зная это, и использовать на собеседовании в том числе, для того, чтобы произвести определенные впечатления. Первое, хотя бы первое впечатление. Далее, какие преимущества есть у возрастных специалистов и кандидатов? Возможно, вы назовете еще какие-то, но я хочу перечислить. Возраст. Что значит возраст? Почему это вдруг стало преимуществом? Да все очень просто. Человек, имеющий жизненный опыт, он, как я полагаю, мудрее себя самого, который был раньше. Я вспоминаю себя еще в 25-30 лет, думаю, господи, какая же я была легкомысленная. И, наверное, сейчас с возрастом я стараюсь воспитывать в себе какие-то качества, такие качества, как терпение. Ну, мне бы хотелось сказать мудрость, конечно, да, но это, видимо, как-то не столько от нас зависит, какой-то набор качеств, а вот терпимость, гибкость, может быть, даже прощение каких-то вещей, которые я бы никогда не простила в более молодом возрасте, вот такой максимализм. Сейчас с возрастом это все воспринимается более мягко, что ли. Опыт. Имеется в виду опыт работы. Даже если вот такой специалист меняет сферу деятельности, я, например, сменила сферу деятельности в 37 лет. Я тогда тоже считала, что как-то поздновато, но мне надо было. Я понимала, что мне надо идти в HR, а работодатели, так они вообще мне в открытую об этом говорили, да, что-то поздновато, старовато уже для того, чтобы менять сферу деятельности. Но вот почему я про опыт говорю, потому что у меня был опыт смежной деятельности. И когда новичок, молодой человек, окончив высшее учебное заведение, приходит на работу, начинает с нуля, и когда человек возрастной начинает с нуля, это совершенно разные люди. Потому что по статистике человек, который в сознательном возрасте меняет сферу деятельности, он быстрее выстраивает эту карьеру, быстрее овладевает знаниями, умениями, навыками, потому что у них мотивация есть и жизненный опыт, который помогает. Ну, естественно, опыт в каких-то смежных видах деятельности. Еще один плюс наставничества. К определенному возрасту человек с большим удовольствием готов делиться. Уже вот накопил, накопил, аккумулировал в себе все. И наступает момент, когда критическая точка, когда надо уже отдавать. Вот хочется уже кому-то передать все это. Молодые еще к этому не готовы, а люди в возрасте уже готовы к этому. И они с большим энтузиазмом будут помогать новичкам, молодым и так далее. Во многих бизнесах требуются какие-то наработанные контакты, связи и так далее. У молодых людей еще этого нет. У возрастных уже есть. Можно поднять эти связи, что-то обсудить, с кем-то поговорить, какую-то информацию получить и так далее. Вы можете подпишитесь. Люди, скажем так, возрастные специалисты более ответственные. Они уже понимают, что такое репутация, например. Редко кто из возрастных специалистов будет уходить от работодателя, хлопнув дверью. Как это делают молодежь. Что-то не понравилось, вспыхнули, бросили трудовую книжку, все документы бросили и ушли другому работодателю. Потому что они считают, что вся жизнь впереди. Они не понимают, что жизнь очень быстро пролетает, а репутацию-то уже не изменишь. А потом обращаются ко мне и говорят, я не могу устроиться на работу, потому что звонят на предыдущее место работы, а я там со всеми комфоритовала, поссорился и так далее. И мне плохую рекомендацию дают. Так вот, возрастные люди, они, конечно, более ответственные. И это тоже большой плюс. Для многих бизнесов это очень важно. Презентабельность. Проводили эксперимент, когда продавцы-консультанты по продаже бытовой техники встречали, ну, вместе стояли и встречали покупателей и тех, кто приходил, покупателей и посетителей. Потому что покупатель – это тот, кто купил, посетитель – это тот, кто зашел, пока ничего не купил. Посетители и консультировали. Так вот, как вы думаете, к кому чаще обращались? К тем, кто помоложе или к тем, кто постарше? Потому что тоже срабатывают стереотипы, что человек постарше, он больше знает, как-то надежнее он, да, презентабельнее и так далее. Хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Но вот здесь возраст, он играет как раз в плюс, например. Стабильность. На таких людей можно положиться, и люди в возрасте, они уже не так часто меняют места работы, они уже стараются на том месте осесть, как-то овладевать знаниями и так далее. Поэтому, если вы знаете какие-то другие преимущества, скажите мне, я добавлю сюда тоже. Обаяние. Молодые и не обаятельные. Правильно, молодые и не обаятельные. Но это тоже обаятельные. Но постарше они уже как-то были, знаете, более коммуникабельные и уже определенный какой-то… Отлично. Это вот-вот. Это возраст и опыт, конечно. Потому что, когда человек проходит разные ситуации, жизненные в том числе, он учится на своих ошибках, на ошибках других, он меняется. Ну, по идее, он должен меняться в лучшую сторону. Я надеюсь, что мы все меняемся в лучшую сторону. И, конечно, вот это обаяние, да, оно тоже воспитывается, и с возрастом оно тоже приходит. Спасибо. Какие рекомендации можно дать возрастным специалистам и соискателям? Если бы я искала работу, значит, что бы я себе, в первую очередь, посоветовала? Ну, я бы, наверное, начала с тех контактов, которые у нас уже имеются, наработанные. Я бы, наверное, обзвонила своих знакомых, своих коллег, которые знают меня в работе, и которые могли бы меня порекомендовать своему руководителю. Потому что на рынке очень много скрытых вакансий. Я об этом очень часто говорю. Это вакансии, о которых вы никогда не узнаете. Их не размещают по разным причинам, их не размещают. Так вот, те люди, которые работают уже в этой компании, они могут порекомендовать своих знакомых. В частности, мне почему-то кажется, что мои коллеги меня тоже могли бы порекомендовать. Составляя резюме, можно не указывать свой возраст. Потому что это дискриминационный признак возрастной, и мы можем уйти от этого. Если вы составляете резюме на работных сайтах, там вроде как запрашивают, но можно и не указывать. Таким образом, вы спокойнее будете себя чувствовать, и работодателю в глаза сразу не будет попадаться вот эта цифра какая-то, которая может его смутить. Даже если работодатель указал какие-то ограничения по возрасту, хотя это дискриминация, я сейчас скажу, что будет работодателем за это. Так нельзя делать, уважаемые работодатели, если у нас есть представители работодателей. То в любом случае, прочитав объявление вакансии и желая попасть на эту должность, надо отправлять все равно резюме свое. Потому что, как правило, работодатель указывает вот такие ограничения не всегда сознательно. И очень часто, написав это, вот как бы для галочки, есть же какая-то форма определенная, написано возраст желаемый, ну вот они и пишут, собственно говоря. Потом они уже не особо обращают на это внимание, а соискатель думает, так, если указан возраст до 45, значит, 46-летние соискатели рассматривать не будут. Нет, конечно, конечно, будут, безусловно, если, конечно, эти ограничения не законодательны. Если по законодательству ограничения, например, на государственную гражданскую службу не берут людей моложе 18 лет и старше 65 лет. Там ограничений, понятно, тут уже никуда не денешься. В резюме делаем акцент на компетенциях, на достижениях и на функциях, которые выполняли, потому что это сильная сторона, я вот что-то, я умею, я это пишу. В каких проектах я участвовала, что я делаю, какие достижения у меня были. Вот на этом делаем акцент. Конечно, акцентируем внимание и на развитии карьеры, что мы готовы развиваться. Но здесь надо быть очень аккуратным, потому что если мы напишем, что я хочу выстроить вертикальную карьеру, то лицо, которое принимает решение, а, как правило, это руководитель структурного подразделения, скажет, о-о-о, все понятно, хотят меня подсидеть и так далее. Вот чтобы этого не было, развиваться карьера может в разных направлениях. И горизонтальная тоже может развиваться. Чем более универсальный человек, чем больше он знает вокруг своей деятельности, тем более ценен он на рынке труда, потому что он может подменить другого человека, дать совет, у него больше широкое мышление и так далее. Гибкое поведение. Иногда соискатели, которым отказываешь, звонят и даже приходят, возмущаются, пишут в немные письма. Вы мне отказались из-за возраста? Да нет же, не из-за возраста, у вас просто вот, и вот они давят, давят. Ну, в общем, такое поведение приводит к тому, что человек заносит черный список и больше его не рассматривает, да, как кандидата. Поэтому гибкое поведение нужно понять работодателя. Работодатель не может всех соискателей принять на работу, он выбирает, да, это его право. И поэтому нужно всегда благодарить за уделенное время. Чем лучше мы расстанемся, тем лучше, потому что наши резюме могут оставить в базе данных, где гарантия, что тот человек, которого они выбрали, пройдет срок испытания. Никаких гарантий нет. И вполне возможно, что вместе через 2-3 они опять вернутся к своей базе данных, в которых есть наше резюме, а мы уже с ними общались, и вполне возможно, что вам могут предложить эту работу. Поэтому гибкое поведение и грамотное окончание отношений – это очень важно. И постоянный профессиональный рост, профессиональное обучение и так далее. А вот тот самый закон, о котором я говорила, почему нельзя в объявлениях о вакансиях писать возраст, потому что дискриминационный признак, и если законодатель, контролирующий органы, увидит в объявлении вакансии дискриминационный признак, в частности, или в отрасте ограничения, то в этом случае будет штраф для юридических лиц до 15 тысяч. Если несколько таких объявлений, вот умножайте, смотрите, как это все красиво выглядит. Работодатели это знают, поэтому в последнее время они стараются от этого уйти. Ну и, наконец, предпочтения. В каком случае отдается предпочтение именно возрастным специалистам, а не молодым? На руководящие позиции. Потому что руководить другими людьми может, наверное, только тот человек, у которого есть собственный жизненный опыт, да, и профессиональный опыт. Преподавание. Преподавание с удовольствием берем специалистов возрастных. Это только в плюс, наверное, да, потому что тоже опыт. Консультирование. Когда можно консультировать? Ну, когда уже набрали какой-то определенный багаж. Стартапы, начало деятельности тоже предпочтением отдается тем, у кого есть такой опыт, ну, в отрасли. Проектная работа, которую надо выполнить здесь и сейчас, когда некогда обучать молодежь, надо вот сейчас заниматься проектами. Это вот все предпочтения. Помните, я вам приводила пример опроса журнала «Директор по персоналу». Вот хочу привести еще один опрос, который они провели. Для каких сфер деятельности кандидаты 50+, наиболее привлекательны, если у них есть нужный опыт и знания. Ну, здесь уже статистика. Если мы говорим о сферах деятельности, то на первое место выходит бухгалтерия, финансы, аудит. Там с возрастом все в порядке, ждут нас. Юриспруденция тоже в плюс. На третьем месте высшее руководство. Пожалуйста, кто мечтал стать топ-менеджером, сейчас самое время, если бы мы еще не стали топ-менеджерами. Офис-менеджеры, администраторы. Предпочтение отдаются 43%. Ну и так далее, 6% маркетинг, пиар. Вот маркетинг пока еще не перешел в эту трубешку и не готов серьезно рассматривать возрастных специалистов. Теперь по поводу структуры взаимодействия с потенциальным работодателем. Работодатель узнает о нас из резюме. Поэтому еще раз напоминаю, что составляя резюме, надо его составлять грамотно, подчеркивая свои заслуги, достижения, не указывая возраст. И сопроводительное письмо. Оно тоже может помочь. Когда мы пишем сопроводительное письмо работодателю, мы пишем, что мы хотим увидеть от этой работы, почему мы мотивированы именно на эту работу и что мы можем дать этому работодателю. Потому что работодателю тоже обидно, когда приходится искатель на собеседование и говорит, а сколько вы мне платить будете, переработки будут или нет, а если будут переработки, вы будете мне платить, а если я откажусь. Такое вот потребительское отношение, конечно, оно неприятно, потому что это партнерские отношения. Если человек ищет работу, то он должен, наверное, идти и навстречу работодателю. Поэтому сопроводительным письмем мы пишем, что мы хотим от работы, на каких его условиях и так далее. По телефону. Если нам звонят в трубку, опять же, хоть нас и не видят, лучше улыбаться. И тогда голос будет таким более доброжелательным и казаться тоже более молодым. Следующий нюанс. Анкетирование. Если вас просят заполнить какие-то данные, вы имеете право отказаться. Но, опять же, не резко, а гибко очень. Вспоминаем сразу 152-й федеральный закон о персональных данных, что только с вашего согласия они могут обрабатывать и так далее. Можно, конечно, прийти и сказать, что я подкованный, я вообще кадровик, и я знаю, что такое персональные данные, и я знаю, какая ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому я никакие персональные данные вам давать не буду. Завейте сюда генерального директора, мы сейчас с ним обсудим это все дело и все решим. Вот такое поведение, конечно, оно только отталкивает. Неважно, в каком возрасте человек, это только отталкивает. Получили анкету, заполнили то, что вы считаете нужным. Если вы считаете, что возраст заполнять нет смысла, значит, вы не заполняете. Чаще всего этим все и заканчивается. Анкеты для галочки, посмотрели, она спасибо, отложили. Если же все-таки лицо, принимающее решение, или лицо, проводящее собеседование, скажет, а почему вы не заполнили, в этом случае вы можете сказать, что да, мне, я отвечаю, мне 54 года, но чувствую себя на 35, какой возраст писать. Ну, это я шучу, конечно, но тем не менее, да, пожалуйста, можете записать. Я на вопросы чуть позже отвечу, хорошо? Сейчас договорю, вы запишите там вопросы, я обязательно отвечу. Далее, профессиональное психологическое тестирование. Не избегайте этого. Даже если вы не совсем уверены в своих силах, все равно идите и делайте. У меня тоже был опыт, когда, на мой взгляд, я выполнила работу не совсем качественно, но оказалось, что среди других соискателей это был лучший результат, хотя и не самый лучший, но вот среди них. То есть на фоне других вы можете оказаться самым лучшим. Не бойтесь, рискуйте. Это очень хороший опыт и для вас тоже, потому что вы пойдете дальше на собеседование, и там могут быть подобные задания, и вы уже будете знать, как. То есть это вот такая практика очень интересная. Интервью с менеджером по персоналу. Оно очень, на мой взгляд, удобное, потому что менеджер по персоналу очень заинтересован закрыть вакансию. И он вам поможет обязательно, если вы найдете с ним общий язык. Не заигрывание, не лезть, безусловно, а просто когда менеджер по персоналу поймет, что с вами можно общаться, что вам можно какую-то информацию передать, на что-то намекнуть, и вы поймете, о чем идет речь. И что вообще вы, наш человек, с вами легко и понятно. В этом случае он обязательно вам поможет. Задавайте ему вопросы, прислушивайтесь к его рекомендации. Даже если рекомендации вам кажутся глупыми, все равно поблагодарите, потому что человек делает свое дело, и он старается вам помочь. Как правило, принимает решение непосредственно руководитель. Иногда эти собеседования вместе проходят, иногда отдельно. Следующий этап – это собеседование с непосредственным руководителем. Вот здесь нужно понимать, насколько вам комфортно общаться с этим конкретным человеком, потому что потом он будет давать задания, и если у вас не сложились уже на собеседование какие-то отношения, но тем не менее вас по какой-то причине все-таки вам сделали предложение, очень хорошо подумайте, а надо это или нет, потому что дальше может быть только хуже. Поэтому прислушивайтесь вот к своим ощущениям. Могут попросить представить рекомендации. И это есть еще один плюс для возрастных специалистов, потому что за мою долгую жизнь я не так много сменила мест, но тем не менее больше, чем, скажем, девочка или мальчика, окончившийся бус. Поэтому с каждого места работы лучше брать рекомендательные письма, которые вы можете предложить новому работодателю, показать, что и в этом месте работы меня хвалили, видите, какие рекомендации, и здесь, и здесь. То есть показать свое портфолио, свой портрет. Конкурсные комиссии иногда заседают, когда вы приходите, и ужас перед вами, не один человек, а несколько, и все задают вопросы, и все от вас что-то хотят. Это очень хороший признак. Это значит, они тратят время, эти уважаемые люди, на вас. Значит, вы интересные кандидаты, вполне возможно, единственный кандидат, и они хотят вас принять на работу. Поэтому расслабляемся и доброжелательно, с улыбкой, с полуулыбкой, отвечая на все вопросы, даже на самые лопы, которые могут задавать. И собеседование с лицом, принимающим решение. ЛПР – это лицо, принимающее решение. Ну, как правило, это руководитель, но иногда это может быть генеральный директор, собственник и так далее. Вот здесь, если вы уже дошли до этого уровня, считайте, что работа у вас в кармане, потому что к собственнику всех соискателей не вводят, только самых-самых-самых, вот на последнем этапе. И, скорее всего, это собеседование будет не о том, кто вы, что вы, что вы имеете, а о том, что нужно будет делать. И, как правило, генеральные директора и собственники уже ставят задачи, рассказывают о компании. Ну, и тут самое главное – проникнуться вот этим духом компании. Если вам все нравится, то искренне поддерживать и как-то вот проявлять свой интерес. Вот структура взаимодействия с потенциальным работодателем. Если вас интересуют какие-то вопросы, я обязательно отвечу. Сейчас у меня закончится презентация, я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Ну, а кто еще не был из наших выпускников на курсе «Успешный поиск работы трудноустройства», я вас приглашаю. Это однодневный такой вот семинар, вебинар, где до обеда мы говорим о том, как подготовиться к встрече с работодателем, как составить резюме грамотно, как одеваться. Это тоже очень важно, какие цели ставить. И после обеда о том, как, собственно, встречаться с ним, как отвечать на вопросы на собеседование, как проходить интервью, нестандартные вопросы какие-то могут быть. Ну, и очень важный момент – это принятие решения о работе. Потому что предложение, это может быть и будет предложение, но не факт, что это предложение нужно именно вам. Вы тоже имеете выбор, и вы тоже можете принимать какое-то решение. Если нужно взять тайм-аут, не стесняйтесь. Так и говорите. Мне нужно временно подумать. Ничего страшного в этом нет. Сразу же не надо загоряча принимать решение, можно и подумать. Ну, и оформление на работу тоже нужно правильно оформляться, потому что если никакие договоры с вами не заключили при оформлении на работу, то очень великая вероятность, что вас обманут, и в результате это будет очень неприятный такой вот опыт. Вот об этом мы говорим. Ну, а тут как центр-специалист может помочь именно возрастным работникам при поиске работы. Помните, я вам говорила про квалификацию, да? Квалификация – это образование, уровень образования и опыт работы. Ну, опыт работы у всех, наверное, уже есть, такой хороший, солидный, в смежных сферах, в своей сфере. А вот по поводу квалификации есть уровень высшего образования и дальше идет дополнительное образование. Мы занимаемся дополнительным образованием и у нас есть разные направления деятельности. Кстати, не всегда платят за обучение кандидат. Иногда может оплатить работодатель. Например, работодатель при сокращении численности или штата, ну, крупные работодатели, они оплачивают обучение тем, кого высвобождают, да, увольняют по сокращению численности или штата. Можно за счет работодателей обучиться. Можно, например, воспользоваться своим правом, которое определено в законе о занятости населения Российской Федерации в Центре занятости населения. Там у них одно из обязанностей в отношении к безработным, а у безработного право профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В том числе мы заключаем договоры, вот наш центр заключает договоры с Центрами занятости и у нас тоже обучаются люди от Центров занятости. Это совершенно бесплатно для соискателей. Ну, а что касается курсов, то если вы еще не очень владеете компьютером, не на ты с компьютером, то это, конечно, минус, потому что практически на любом рабочем месте сейчас требуется хорошее знание компьютера. Для начинающих пользователей мы предлагаем такие вещи. Вполне возможно, что вы захотите заработать на Android или Apple. Наши курсы предлагают научить вас создавать приложения. Это можно делать удаленно, поэтому работодатель абсолютно все равно, кто это делает, девочка, мальчик или женщина, мужчина, и в каком возрасте это делает. Это все делается удаленно, просто пересылаются какие-то материалы и все. Тут вот как раз ограничение возрастных вообще может не быть, но зато неплохие деньги здесь люди получают. Ну и, конечно же, знание Excel тоже важно, так же, как и знание всего пакета Microsoft Office. У нас очень хорошо представлена эта линейка. А если вы всю жизнь мечтали заниматься программированием и управлением базой данных, то, пожалуйста, мы вас приглашаем на курсы для начинающих программистов. Программисты тоже могут работать удаленно, поэтому возраст здесь вообще не играет роли. Управление базой данных, Big Data так называемое, во многих организациях сейчас тоже внедряется и очень модное направление. А может быть, вы захотите заработать деньги на разработке компьютерных игр, что тоже пользуется большой популярностью. Тогда у нас есть направление и для этого. Ведущая программа для бухгалтеров, производства кадровиков на первом месте в России и бывших советских республиках, это, конечно, программа 1С. Программисты и администраторы программы 1С пользуются очень большой популярностью. Поэтому, если вы, предположим, бухгалтер бывший или нынешний бухгалтер, и хотите немного в этой же сфере развиваться, то, возможно, эти курсы программирования помогут вам найти работу более оплачиваемую, нежели просто бухгалтера, и более ценной вы будете цены тем, что вы знаете основу бухгалтерии, например, ну или кадровой работы, и это вам поможет. Ну, разработка мобильных приложений для всяких гаджетов – это тоже достаточно модное направление, и мы тоже этому можем вас научить. А если вы творческий человек, то компьютерная графика, компьютерная анимация, верстка, веб-дизайн – это все сейчас пользуются необыкновенной популярностью, поэтому, пройдя какие-то курсы для себя или, опять же, для работы, пожалуйста, вы можете это делать. И еще раз напоминаю, что большой плюс того, что можно работать удаленно, и тогда работать абсолютно, все равно, самое главное, что вы были ответственным человеком, профессионалом, вовремя сдавали всю работу. У нас еще есть школа дизайна, специалист, там вот тоже интересные курсы есть, это целое направление такое, вот по дизайну. У всех практически есть компьютеры, и не один, и если вы хотите работать с так называемым железом, пожалуйста, настройка ремонта ПК, может быть, свой компьютер хотите ремонтировать или зарабатывать на этом деньги, или поддержка пользователей, так называемый helpdesk, ну и Windows 7, 8, это тоже мы можем вам помочь. Менеджмент, реклама, продажи. У нас есть курсы для руководителей, мы говорили, что возрастные специалисты предпочтительнее, да, предпочтение дается руководителям более возрастным, но просто уйти из специалиста в управление другими людьми, наверное, не получится, потому что мы будем управлять так, как мы видели, как управляли наши руководители, и можем допускать какие-то ошибки не совсем грамотно. Здесь же на этих курсах рассказывается и даются инструменты того, как правильно мотивировать своих работников на достижение цели, как контролировать их и так далее. Принимательство, тендеры, аукционы тоже очень современное направление, и здесь возраст вообще ни о чем. Наоборот, возрастные специалисты, они, помните, презентабельные, и в тендерах они больше популярностью пользуются, чем просто молодые люди. Финансовый менеджмент, сюда же, бизнес-аналитика и логистика. Везде возрастные специалисты востребованы. Сейчас практически нет организации, которая бы не занималась проектной деятельностью. Даже государственные организации, они там проекты всякие, разрабатывают и так далее. И на курсах по проектам вы всегда сможете узнать, в чем разница между проектом и обычной операционной деятельностью, как правильно управлять командой проекта, и что такое модные такие направления, agile, scrum, может быть, вы слышали, гибкие технологии. Если еще не слышали, очень вам рекомендую, потому что сама не так давно об этом узнала и уже внедряю в своей работе в обучении. Бухгалтерский учет тоже, это направление нам предлагает разный выбор курсов, начиная от бухгалтерских курсов, международных стандартов финансовой отчетности, различные практические семинары. У нас практикумы есть очень интересные, где решаются разные кейсы. Курс налогообложения, как оптимизировать налоги, смертное дело. Это все по бухгалтерскому учету. Но это, как вы понимаете, мой любимый слайд, потому что это мое родное направление. Здесь мы обучаем кадровиков, как правильно оформлять отношения в рамках трудового законодательства. Специальности по профстандартам, начиная с 1 июля 2016 года, в России введены профпрофессиональные стандарты. И здесь у нас в специальности мы разработали курсы именно по этим профстандартам. То есть открыли, прочитали, что нужно и подготовили то, что необходимо. И курсы по управлению персоналом, где обучаем менеджеров по партуру персонала, по компенсациям или потом, HR-дженералистов, в единственном лице, менеджеров, HR-бизнес-партнеров. Сейчас тоже модное такое направление. Но для того, чтобы быть бизнес-партнером, понятно, это тоже нужен опыт. И опыт работы в разных сферах в том числе. И, конечно же, без вот этих мягких навыков, так называемых, трудно обойтись. Вот мы говорили о том, что, например, люди возрастные, они более мудрые, более контактные, более обаятельные. Откуда это все берется? Это развитие soft skills, развитие личности, деловые коммуникации, уметь выстраивать деловые отношения. Это очень важно, потому что часто в работе, которая требует именно деловых отношений, мы переходим эту границу. Есть такое выражение, и только русские приходят на работу дружить. То есть нам хочется раскрыть душ, нам хочется пообщаться, нам хочется куда-то вместе сходить. Это хорошо, это неплохо, но это подчас меня мешает нашей работе, потому что начинаются эмоциональные конфликты, и трудно отделить вот эти эмоциональные отношения и деловые. Во многих бизнесах требуется публичное выступление и презентация. Как себя вести, как правильно создавать презентации, мимика, жесты, голос, ораторское искусство. Это все сюда. Личное эффективное спланирование, тайм-менеджмент. Поднимите руку, кто считает, что он всегда все успевает вовремя. О, обратите внимание, только один человек. Наверное, вы прошли курсы по тайм-менеджменту у нас. Жалко. Я хотела сказать реклама. Реклама наших курсов. Но вот видите, не используйте. Использовать, конечно, безусловно. Потому что любой тренинг дает только образец навыка. Вам показали как, а дальше сами-сами, безусловно. Но в любом случае, это очень интересное направление и много интересной информации там. Управление отношениями, например, эмоциональный интеллект. Провели исследование и выяснили, что умственный интеллект, IQ, он меньше и играет роль, меньшую роль в эффективности любого человека, в частности руководителя, нежели эмоциональный интеллект. Что такое эмоциональный интеллект? Это понимание своих эмоций. Что со мной сейчас происходит? Это умение управлять своими эмоциями. Вот мне хочется сейчас встать и уйти, а я сижу и улыбаюсь, например. Я управляю своими эмоциями. Это понимание эмоций других людей. Когда вы понимаете, что происходит с другим человеком и не доводите его до белого коленя. И умение управлять отношениями в рамках вот этих эмоций, чтобы не выводить на эмоциональные конфликты, а чтобы все-таки каким-то образом решать эти эмоции. Вот это все эмоциональный интеллект и тоже очень интересное направление. Но искусство убеждать для того, чтобы пройти собеседование, как минимум, надо уметь убеждать в том, что я лучший кандидат. Ну, я сейчас слишком открыто об этом сказала. Но, тем не менее, есть специальные инструменты, при помощи которых можно это сделать. И тогда все люди будут говорить, да, это тот самый идеальный кандидат, которого мы искали очень давно. Английский язык занимает тоже большую роль в нашей жизни. У нас есть разные курсы по английскому языку и бизнес-английски. И сейчас очень интересный курс разговорный английский, где вы просто приходите и, значит, с погружением начинаете разговаривать. Уже после первого занятия вы совершенно спокойно разговариваете. У нас, кстати, можно бесплатно пройти еще и тестирование по английскому языку. Итак, для тех, кому от 50 и до бесконечности наш центр предлагает скидки на курсы 50%. Если вам еще не исполнилось 50 лет, не торопитесь учиться, ждите, когда исполнится и сразу же наполовину. На любые. На любые. На любые. Да, и пусть завидуют молодые, конечно. Мы включились в программу поддержки, таких как я, которые хотели уйти, но не ушли на пенсию, да. И наш центр, помните, нашу миссию, да, обучать людей так, чтобы их жизнь улучшилась. И вот мы выполняем нашу миссию. Так что, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам, они все расскажут. Если уже вам есть 50, если вам меньше, извините, мы не готовы. Мы уже не готовы. Вы же выглядите на 25. Какие вам все-таки могут быть? Не больше 25%, да? Вот. И общее правило, как найти работу. Есть разные люди, грубо их разделили на позитивное мышление и негативное мышление. Поскольку презентация будет, вы дома можете рассмотреть внимательно, да, что здесь происходит. Вот есть люди, которые, куда бы они ни пришли, у них все получается. И успех как бы за ними прям идет, и все прочее. А есть, наоборот, люди, которые несут такие токсичные отношения. Токсичные отношения, это не токсичные люди. Хотя есть такое выражение, я считаю, что это неправильно, потому что токсичный человек – это приговор. А на самом деле человек может меняться. Если он захочет, он изменится. Так вот, он несет токсичные отношения. Почему? Ну, потому что он таит обиду, например, да, думает только о себе, несколько эгостичен, не обращает внимания на других, обсуждает других людей и так далее. И у такого человека ничего не получается. И он внутри ситуации, он не понимает, почему у него не получается. Он обвиняет окружающих людей, ситуации, там, у меня правительство, президента, ну, кого угодно, там, магнитные бури, что все так плохо. Не думая о том, что разгадка-то в нем, в самом. Он сам может изменить свою жизнь, изменить отношение к жизни, и жизнь ваша изменится в лучшую сторону. Итак, не бойтесь, пожалуйста, будущего. Есть замечательный фильм, если вы еще не видели, очень рекомендую посмотреть. Называется «Стажер» с Робертом Де Ниро в главной роли. Дмитрий Кукто видел этот фильм. Смотрели, да? Как впечатление? Отлично. Мне тоже очень понравился этот фильм. Это комедия, легкая комедия о человеке, которому исполнилось 70 лет, главный герой Роберта Де Ниро. И он находился в пенсионном возрасте, ему надо было чем-то заняться. И он пошел в стажеры. Не для того, чтобы зарабатывать деньги, а просто для того, чтобы быть полезным обществу. Очень интересно развивались события. Посмотрите, вот как он вливался в молодой коллектив, как он себя вел. На мой взгляд, у него как раз позитивное такое отношение к ситуации. И даже то, чего он не умел делать, он этому научился. Например, надо было для того, чтобы пройти собеседование, записать ролик. Ну, он, естественно, не умел этого делать, но он этому научился и учил его внук. Вот. Тоже очень интересно, можете посмотреть. Итак, мы сегодня с вами обсудили вопросы об истории пенсии, узнали, как в других странах люди выходят на пенсию. Теперь мы знаем, почему работодатели опасаются возрастных работников, знаем преимущества возрастных кандидатов. Я вам дала рекомендации, как искать работу, рассказала о том, как наш центр может вам помочь, ну и самое главное, это не бойтесь будущего, потому что оно все равно придет, и нам надо его принимать. Ну, а теперь я готова ответить на ваши вопросы. На всякий случай, еще раз напомню, адрес моей электронной почты, если на какой-то вопрос не успею ответить, или у вас они тоже возьмут, пожалуйста, можете писать. Спасибо.